И помните, что когда Иисус был на земле, две тысячи лет тому назад, уже исполнились пророчества о всех этих империях. Они уже были. Я хочу, чтобы вы осознали то, что я говорю. Пророчества о всех этих империях уже были исполнены. До железных ног. И когда Иисус родился, Он родился в Израиле, который находился под контролем Римской империи. Поэтому пророчество Даниила было исполнено до ног из железа. И почему две ноги? Власть Римской империи перешла в церковь. Во время правления императора Константина в третьем веке в четвертом веке христианство стало государственной религией. И это повлияло здесь на вас, в Украине. Потому что вы знаете, что около тысячи лет тому назад Римская церковь разделилась. И отпочковалось то, что стало западной римо-католической церковью. И восточная церковь, то есть православная. Все это пришло из одной единой империи. И что касается ступней? Потому что Римская империя с ней покончена. И вот эти ступни, они представляют, и я скажу вам, на основании пророчества Даниила. Последняя империя это ступни этого истукана. Понимаете? И что это за империя? Это Европейский Союз. Понимаете? И я могу доказать это вам. Но давайте посмотрим на эту ситуацию. Что сказал Даниил 3000 лет тому назад об этих ступнях? Это в вашей Библии. И вам стоит это посмотреть. Он сказал, что эти ступни, это последняя империя, они состоят из железа, смешанного с глиной. И вы знаете, что железо с глиной не смешиваются. И интересно вот что. Европейский Союз, он разделен и он разломан изнутри. И сам факт, что Британия, одна из крупнейших стран Европейского Союза, сейчас проголосовала за то, чтобы выйти, есть исполнение пророчества. Понимаете? Даниил 3000 лет тому назад предсказал эту разломанную империю, последнюю империю. Как я знаю? Давай, как я знаю из Библии что это последняя империя? Потому что Даниил видел в этом видении, что эти ступни были сокрушены нерукотворным камнем. И что это подразумевает, что эта последняя империя будет разрушена, когда Иисус, Мессия, придет и Он разрушит империю и Он будет царствовать мире. Поэтому мы живем во время последней империи накануне возвращения Христа. И хотя Британия и выходит из ЕС, Европейский Союз будет разрушен только Иисусом, когда Он вернется. Вы понимаете, что если только политики могут увидеть это, вы можете вообще читать, что происходит. И если бы политики только увидели это, об этом можно прочитать на самом деле. И я скажу вам, где еще упоминается Европейский Союз Библии. И на сей раз откройте последнюю книгу Библии. Откройте книгу Откровения. И сейчас посмотрите 17-ю главу. И книга Откровения. Это было откровение, которое Иисус дал апостолу Иоанну. Хорошо? Вы понимаете? Я думаю, что вы все понимаете это. И Иоанн говорит здесь о женщине, сидящей на звере. В вашей Библии то же самое говорится, что в моей. Женщина, сидящая на звере. И что это за жена или женщина? Что это за женщина? И интересный момент в отношении Нового Завета. На каком языке был написан Новый Завет? Изначально он был написан не на украинском и не на русском. И даже не на английском. Был написан на греческом языке. Почему? Потому что греческая культура, она доминировала в той части Римской империи. И влияние греческого языка, влияние греческой культуры, было настолько мощным, И когда эти римские солдаты писали табличку, которая была над крестом Иисуса, установлено, то на каких языках была сделана надпись? На латинском? На греческом? И на арамейском? Понимаете? Поэтому греческий язык, он был настолько важен в то время, когда умер Иисус. Что обвинения против Иисуса были написаны на латинском, греческом и арамейском? И когда ученик этот, апостол Иоанн, был на острове Патмос, Иисус дал ему откровение. И когда Иоанн увидел вот этот образ жены или женщины, сидящей на звере, что это был за образ? Это образ, он был взят из греческой мифологии. И история вот этой женщины Я скажу вам, кто она. В греческой мифологии эта женщина была принцессой, и у нее есть имя. И она жила на побережье, там, где находится Израиль сегодня. И в соответствии с греческой мифологией, верховный бог Зевс спустился с неба, и он принял форму быка, и он играл с этой прекрасной принцессой, и убедил ее забраться на свою спину, и он забрал ее на небо, и изнасиловал ее, потому что у нее родился ребенок. И поэтому, ко времени, когда апостол Иоанн пишет книгу Откровения, он знал этот греческий миф, Но как звали ту женщину? Ну, давайте, вы же должны знать имя этой женщины. И имя этой женщины в греческой мифологии Европа. Поэтому женщина — это жена на звере, это Европа. И когда формировался Европейский Союз, вот этот образ, на который вы сейчас смотрите, является одним из символов Европейского Союза. И поэтому там признают, что эта женщина является вот этой Европой из греческой мифологии. Поэтому жена, сидящая на звере в Откровении 17, это Европа сегодняшнего дня. И Европа, континент получил название в честь нее. И когда мы исследовали материал для этого фильма, мы нашли вот этот образ жены, сидящей на звере, возле Европейского Совета в Брюсселе. И он по-прежнему находится там сегодня. Этот символ Европы, женщина, сидящая на звере, он был изображен на берлинской стене. Этот образ использовался на немецких телефонных карточках. И в предыдущие времена на пятимарковой банкноте немецкой. И в зале аэропорта есть панно с этим изображением в Брюсселе. И это считается официальным символом Европейского Союза. И этот образ размещен на монете, достоинством в евро. Посмотрите на эту монету евро. Образ, изображенный на ней, это женщина, сидящая на звере. Поэтому понимаете, мы живем во времена, когда исполняется пророчество Даниила. Мы живем в одни последние империи. И что еще более критично, Европа, она названа в честь вот этой женщины. И что произошло с этой женщиной? Что случилось с этой женщиной? Она была обесчащена этим богом Зепсом, который символизируется образом быка. И я не хочу говорить вам сейчас, на данный момент. И я это оставлю на позже. Поэтому напомните, чтобы я вернулся к этому. И я покажу и расскажу вам, как Европа будет физически, буквально обесчащена. И это произойдет в ближайший год или два с этого момента. Но вы понимаете, почему даже британское правительство начинает обращать внимание на это? И откуда я знал это 16 лет назад? Я узнал из Библии. И позвольте мне, можно сказать, что-то еще в отношении Европы. Это не единственный символ Европы. В 2000 году, это как раз 16 лет назад, было открыто новое здание Европейского парламента. И в Украине, вы, может быть, этого не знаете, Но Европейский Союз, он спускает по ветру миллиарды евро. Потому что в Европейском Союзе есть два отдельных здания Европейских парламентов. Первое здание находится в Брюсселе. Но французы французы, они настояли, чтобы в городе Страсбург, во Франции, было построено отдельное здание Европейского парламента. И полгода заседание парламента проходит в Брюсселе. И потом они тратят 5 миллионов евро на то, чтобы все заседания парламента перевести в другое здание в Страсбурге. Ну, представляете себе, да, если бы ваше правительство украинское шесть месяцев заседало в Киеве, а шесть месяцев в Донецке. Может быть, мне не стоило этого говорить. Но вы понимаете, это то, что делает Европа. Шесть месяцев заседания парламента проходит в Брюсселе. И шесть месяцев в Страсбурге. И поэтому в 2000 году отчасти финансируемые британскими деньгами было построено совершенно новое с нуля здание Европейского парламента. И если получится, я хочу показать вам тот плакат, который был выпущен Европейским Союзом. И в 2000 году мы нашли вот такой плакат, который был напечатан Европейским Союзом. И это картина, изображающая Вавилонскую башню. И это работа известного голландского художника Брюгеля. И Европейский Союз принял эту картину в качестве официального облика и здание Европейского парламента было построено, напоминая об этой Вавилонской башне, в виде Вавилонской башни по картине Брюгеля. И когда мы приехали, чтобы провести там съемки, потому что это наши собственные съемки, мы их сделали, две вещи случились. когда мы стали делать известным широкой публике содержание вот этого плаката, мы получили разрешение Европейского Союза напечатать его. Но когда они увидели, что мы сказали, они запретили использовать этот образ, потому что они боялись, что истина будет достойна. И когда я задал вопрос, почему построили новую Вавилонскую башню, я спросил их, почему? Почему вы построили Вавилонскую башню во Франции в качестве здания парламента Европейского Союза? Знаете, что они сказали? Они сказали, что мы построили в форме Вавилонской башни чтобы закончить то, что мы не сделали 3000 лет назад. Они сказали, что мы построили это здание в виде Вавилонской башни для того, чтобы завершить то, что мы не сумели сделать 3000 лет назад. И что такое Вавилонская башня 3000 лет назад? Это символ бунта против Бога. Символ бунта против Бога. Когда люди сказали, что мы построим башню такой высоты, что если Бог будет губить этот мир, то мы сможем избежать наказания. И только недавно я читал одну из статей в журнале. На самом деле это было даже в газете. И там были фотографии самых высоких зданий мира. И вот такой был комментарий. Как могли построить башню в Вавилоне, которая выше, чем наши современные небоскребы? Но что я пытаюсь сказать вам, это то, что Библия говорила нам обо всем этом. Если бы мы только понимали. Мы живем в те дни, когда пророчество исполняется. И чуть позже я расскажу вам о том заключительном моменте с тем, как будет обесчищена Европа этим быком. Об этом очень четко и конкретно говорится в Библии. И это случится. случится вскоре. Я могу показать это на основании Библии. Как пророчество исполняется за последние несколько лет. Но позвольте мне просто продолжить вот по этой теме. Это очень интересно, если посмотреть Библию, там упоминается очень часто только два основных города. И эти два города, они доминируют в Библии, в пророчествах и в истории. И эти два города антагониста Иерусалим и Вавилон. И это довольно интересно, что история Библии начинается не в Иерусалиме, а в Вавилоне. И потом она переходит в Иерусалим. И в последние дни, накануне возвращения Мессии, возвращается в Вавилон. Я знаю, что ваш пастор был в Америке. Не знаю, обсуждал ли он эти вопросы с американскими пасторами. Но большинство американских пасторов, с которыми я общался за последние 40 лет, они всегда говорили, что Америка — это Вавилон. Но как это может быть Вавилон? Вавилон — это Европа. Это ясно на основании Библии. Это ясно из всего. И Европейский Саид признает это. Спасибо, по-моему, за просмотр. Вавилон — «Америка»! and I'm in Israel, what a place to talk about faith because Jesus was a man of faith, he taught faith, he lived faith and I want to share some of this with you and so in this book it will teach you how to make your faith work I'll send it to you free, just send a gift however small write to me and the book is yours and it will make your faith work This is Prophetic Vision, it's the most powerful prophetic magazine in Europe today it's read by almost half a million people in 132 countries around the world send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries and also while on the television broadcast you only see just a short edited program of my message on this program you're able to see and hear the whole of the message so I want to encourage you to watch this program I'll see you soon